Так, собственно, что мы собирались сейчас сделать? Посмотреть примеры, которые должны компилироваться и работать. Посмотреть, сейчас мы попробуем, наверное, подключиться. Вот первый пример будет Amnist. Я уже его специально только что проверил, потренировал. Так, если коротко, сначала расскажу, что у нас там на сервере творится. Это удаленная машина, она находится в Москве. Вот, пожалуйста, ее конфигурация с точки зрения видеокарт. У нас есть четыре видеокарты в ней, две достаточно старые Tesla C2075, им уже, наверное, лет семь. И вот эти Tesla K40, Tesla K20, они более новые, они 2013 года, по-моему. Вот, Tesla K40, ну, более мощная, одна только проблема с ней прямо сейчас, она не очень хорошо работает, поэтому если я запущу какой-нибудь из примеров сейчас на ней, я думаю, скорее всего, все упадет. Да. Дело в том, что, ну, видимо, там опять какая-то ошибка случилась, и она не очень работает, поэтому мы будем работать на более слабой видеокарте, но она будет гарантированно показывать результат. В общем-то, так, давайте сначала откроем этот код. Давайте, наверное, вот с этого. Этот гораздо проще выглядит и без всяких лишних вещей. Так, это нужно… Давайте-ка мы зайдем. Где же это? Да, это не в моделях, это в экземплах. Tutorials. Amnist. Это вот здесь. Softmax. Ну, вот пока пусть делается. Если коротко, сначала импортируется TensorFlow, показывается там версии установленных каких-то, да, каких-то библиотек, которые он использует, вот он TensorFlow, и после этого создается сессия на устройстве, соответственно, выделяется память и так далее. Вот определено устройство, на котором это все будет работать. Ну, и дальше, соответственно, происходит обучение. Тут, сейчас мы посмотрим по коду, что он выдает в результате. Так, так. Где-то main начинается. Сначала мы просто считываем данные из датасетов. Они где-то вот здесь вот определены. Вот они. после чего создаем массив на устройстве. TF, в данном случае это TensorFlow. Он требует, чтобы мы отдельно вот эти все переменные и так далее все поместили на устройство. Вот здесь это массив размера 784, то есть 784 – это фактически 28 на 28, если помните, размер задачи у нас как раз такой и есть. Это очень простая сеть, которая не… сейчас мы посмотрим. Тут нет сверточных слоев, здесь просто 784 нейрона в одном слое, скрытом, и все. После этого один слой выходной, ну и, соответственно, переменные, которые… ну, это фактически тензор, который по этим слоям перемещается. То есть вот у нас есть 784 пикселя, они попадают, умножаются на… 784… да, 784 пикселя попадают на вот вот эти вот нейроны, которых 10, и после чего все это складывается, ну вот оно, умножение матриц x на v и сложение с… b – это bias или смещение. После чего вот он, массив выходных значений наших, который мы сравниваем здесь по функции кросс-энтропии. Так у нас тут получается просто один слой? Да, здесь этот пример, который мне из SoftmaxPy, который можно найти там у них в СДК, это один слой из… вот из… да, из 10 нейронов. То есть есть входные нейроны, которые, может быть, скалируют только, и дальше уже 10 нейронов. То есть фактически 10 функций. 10 выходных? А, их всего 10. Ну, это такой достаточно маленький пример. Их хватает на то, чтобы получить 0,9249. Но входов у каждого нейрона по 700 штук. То есть весов все равно очень много, 780 входов у каждого нейрона. 0,9249 – это вероятность того, что он правильно определил? Да, это проверка по всей тестовой выборке. У нас есть тренировочная выборка и тестовая выборка. По тренировочной мы тренируем, по тестовой… А, это, скорее всего, даже по тренировочной в результате наших обучений по тестовой. Здесь отдельная модель, чтобы ее оценить. 8% ошибки много. Да, но это… начнем с того, что это за 1000 итераций с размером батча 100. То есть, во-первых, тут можно сделать и побольше. Во-вторых, ну, это очень простая модель. То есть, всего какое-то количество вот этих нейронов без дополнительных слоев, без скрытых слоев, без сверток. То есть, эта нейросеть, например, не знает о том, что наши данные двумерные. Она это не учитывает. Ну, вот теперь даже хуже, да? Ну, такое тоже бывает. Ну, как хуже. Там, в общем-то, то же самое, да, примерно. Так, а теперь давайте перейдем к сверточной нейросети, на тот же самый Amnist. Только в папке Models, в TensorFlow, лежат конкретно модели, то есть, ну, полностью настроенные алгоритмы с полностью настроенными сетями. Уже не просто какой-то учебный пример, а реализация, ну, вот там, автоэнкодеров, например, здесь. Так, мы… Это ваша реализация или это есть Model Zoo? Это TensorFlow предоставляет. То есть, это… Да, скачиваете вместе с ним. Нет, Model Zoo – это кафе. Вот, а TensorFlow у них, ну, свои вот туториалы. У TensorFlow тоже видел подобное сочетание, Model Zoo, и там как раз эти все, RCNN, Paster, RCNN и все, и так далее. И их комбинации. Там даже последняя вот эта майклсовская сетка была. Реснет? Да, которая за 27 слоев. Но она работает очень медленно. Ну? На 1080 она там лежит. Дело в том, что 1080 не очень-то оптимизировано под эти вычисления. У нее нет Half Precision и еще меньше, как он там, Int8. В принципе, нет. Он делает их с той же скоростью, что и обычные вычисления. Но вообще-то да, она достаточно мощная. Но, как бы, ResNet неудивительно. Сколько там? 120 слоев, да? 127. Ну вот. Дело в том, что… А, кстати, очень интересное по поводу состояния всех этих нейросетей, насколько это все оптимизировано. NVIDIA выпустила уже, по-моему, седьмую ревизию библиотеки QDNN, постепенно там улучшая маппинг вот этих всех функций на нашу архитектуру, на GPU, на то, чтобы как можно эффективнее это все считать. Но проблема в том, что многие сети люди строят, ну, бездумно. Например, Google Net, она была с 2014-го, по-моему, года доступна. И только в третьей ревизии, Google Net V3, когда ее там переназвали в Inception, они разделили фильтры из фильтров размером 3 на 3, из, ну, из двумерных фильтров. Фактически эти фильтры, ну, вот эти матрицы, они как бы, как это правильно называется, сепарабельные. Их можно разделить на два прохода по X, один, второй по Y. Если в первом случае это 9 операций, то во втором это 6 операций. Ну, то есть, либо N квадрат, либо 2N. Так вот, на протяжении скольких-то там лет, года 3, люди считали N квадрат операций зачем-то, хотя можно было разделить и считать просто N операций, ну, 2N операций. Ну, и таких примеров очень много. То есть, все это еще, естественно, не супер оптимизировано, но в любом случае считается это уже в разы быстрее, чем на центральных процессорах. Вот из примеров я... Это было в феврале, я сюда, когда приезжал, там был маленький-маленький кусочек по нейросетям в курсе. Там я обучал на ноутбуке у себя, прямо на этой видеокарте, модель, которая распознавала, по-моему, не Amnist, но что-то такое, в общем, тоже сверточная нейросеть. В тот момент у меня отвалилась видеокарта, ну, там бывают проблемы с драйверами у меня под Linux. И я подумал, что я, в принципе, могу успеть подготовиться, если в отеле там запустить ее, и прийти сюда у меня примерно досчитается на ЦПУ. Но дело в том, что там был бэкэнд из другой библиотеки, в которой все эти вычисления делались очень медленно. И мне предложили подождать 71 день. В общем, я пришел, починил драйвер и настроил это все за 10 минут здесь уже. Вот. Ну, то есть, нужно, во-первых, нужно понимать, что библиотеки сейчас, они уже хорошие с точки зрения обучения, но очень у многих есть проблемы с производительностью в некоторых узких местах. Например, вот у меня есть, ну, знакомые, мы там проводили тренинг, это было в Оффенбурге, рядом, ну, на границе, в общем-то, Франции и Германии. У них очень хороший университет, у них есть команда по робофутболу, которая занимает второе место в мире. Вот они переложили свой код, у них практически всегда использовался код обычный для распознавания, ну, обычное машинное зрение. Они переложили это все на нейросети, у них примерно такие же результаты получились, сильно лучше не стало, но у них и так хорошо было. Так вот, они попытались запустить этот TensorFlow на своем железе, там, на каких-то своих процессорах, и получилось, что он вроде быстро считает, но инициализация идет одну минуту. То есть ты включил робота и сидишь, ждешь, а там по регламенту, ну, нельзя так сделать. То есть он должен сразу начать ориентироваться. Ну, и фактически им пришлось тренировать нейросеть в TensorFlow, а потом экспортировать модель и запускать ее на каком-то более подходящем движке. С этой точки зрения, вот, кстати, можно зайти, ну, вот он, TensorFlow как раз, тут можно все эти туториалы посмотреть, которые мы сейчас будем запускать. Тут есть вот и Cypher 10, который запланирован, по крайней мере, на сегодня, и Amnist. Так вот, если зайти на, так, ага, если зайти на NVIDIA и поискать TensorRT, по-моему, они его переназвали в Graphics Inference Engine. Это то, что оптимизировано для Дженсона? Да. Дело в том, что модели, ну, для тренировки и для… Где там? Во, NVIDIA. Для тренировки они достаточно громоздкие, и вот NVIDIA предлагает, скажем так, с помощью специального оптимизатора вашу модель подстроить таким образом под их вот эти, под их железо мобильное, чтобы получать гораздо больше производительность уже именно на этапе Inference. То есть, ну, вот тут, например, в полтора раза, да, примерно, разница. Тут вот тоже где-то, ну, не в полтора, да, это я, конечно, много сказал, тут процентов 20 на самом деле. Но фактически это не последний релиз, вот эта вот картинка. Это, по-моему, 5.1, да, это 2016 год. Собственно, они его постоянно обновляют, и, естественно, если вы собираетесь там научить нейросети и пытаться ее в таком же виде прям из TensorFlow запускать, то нужно понимать, что ваш TensorFlow будет очень много потреблять ресурсов. То есть, нужно какой-то движок или какой-то специальный, какую-то специальную, как это правильно даже назвать-то, микроменеджер задач, который будет как можно меньше потреблять ваших ресурсов и при этом с минимальной латентностью выдавать вам результаты. Так вот, из таких подходов как раз NVIDIA последнее время добавила в свои видеокарты режим минимальной латентности, они называют. Но, в общем-то, в этом режиме, даже если вы запускаете много разных примеров, гарантировано, что латентность там, ну, что прохождение одного примера по всему конвейеру будет занимать какое-то там время. Потому что раньше было как, закинули целую кучу примеров, а железо автоматически выбирает из них. А автоматически не значит, что у вас там будет нормальный конвейер именно с точки зрения выхода, да. У вас там будет, например, все первые слои сначала прогонятся, потом все вторые слои, потом все третьи. И получится так, что ваш выход вы получите там через секунду для всех-всех-всех значений. Но вам бы хотелось, например, получать их вот так вот порционно, каждый там через свою какую-то там маленькую величину. Ну вот это, если будете обучать на NVIDIA, соответственно, Graphics Inference Engine можно использовать, чтобы потом на каком-то вот, на железе, естественно, под которое оно заточено, то есть, скорее всего, только NVIDIA, пока там посмотрим, как это будет. В общем-то, найдите оптимизатор, который будет подходить к вашему железу. Так, это раз. Сейчас, дальше, вот он, Amnist закончился. Validation Error у нас 0,9%, Test Error 0,8%. Это достаточно хорошо. 8500 шагов, сейчас мы откроем где-то этот, вот она, сверточная часть. Это тот же самый Amnist, только со сверточными слоями и так далее, которые мы вот тут вот рассматривали, отрисовывали. Сейчас найдем описание слоев, вот они начались. В общем-то, первый слой, Convolution 2D. Вот этот Conv1Weights, по-моему, как раз определяет размеры. Сейчас мы его найдем здесь. Да, вот он определяет размеры. 5 на 5, на количество каналов на 32. Это размеры одной свертки. Stride, ну это как раз сдвиги. По всем размерностям делается шаг всего единица. То есть, ну и по пикселям единица, и по каналам единица и так далее. То есть, по всем тензорам шаг единица. А вот это мы тут в перерыве обсуждали. Да, padding, same и там еще какой-то был. Это либо вы оставляете свои входные данные вот сюда в таком виде, в каком они есть, либо вы их дополняете до размера вашей сети. Так, Relu – это Rectified Linear Unit. Ну, помните, да, это обычная активационная функция. После чего вот они, Bias – это те самые биения, смещения, которые минимальные. Ну, там, одно смещение на весь слой. Так, pooling, опять же, вот они, размеры. 1 – это по первому измерению, которое у нас везде 1, да. Это по батчам, по-моему. Это размерность по каналам, а это 2 на 2, как раз размерность X и Y. Каналы – это в смысле цветовые каналы картинки. То есть, если у нас многоцветные, то их три канала. Если черно-белые, как здесь, то их один канал. Convolution опять. Ну, вот они, собственно, все вызываются в точно таком же порядке, как мы рисовали. После чего делается pooling, reshape. Переопределяется размерность этого тензора. Помните, да, из многомерного он превращается фактически в одномерный. Ну, практически, потому что здесь размер остается, размер батчей. То есть, для каждой картинки свой одномерный тензор в итоге, для каждого примера. Еще один relu, dropout после этого. Тут, кстати, с вероятностью 0,5. Вот насчет dropout практически везде, то есть, ну, я лично не видел таких прям рекомендаций где-то конкретных, но практически везде, кто бы ни делал dropout, и все ставят 0,5. То, что там где-то 0,4 было, ну, рекомендуют ставить примерно 0,5 и все. То есть, никаких конкретных вот прям описаний там, алгоритмов, почему именно так, этого нет. В нейросетях очень много работает на таких, на догадках, или на том, что, ну, у всех работает и у меня будет. Вот поэтому многие вещи здесь, ну, скажем так, тоже был разговор насчет безопасности, да, использования. Могу ли я гарантировать что-то? Нет, ничего не можем, это же просто какая-то регрессия, которая с каким-то доверительным интервалом что-то там нам показывает. Ну, да. Так, и, соответственно, вот он расчет кросс-энтропии, и нужно, соответственно, loss будет считаться как вот эта вот функция всех вот этих переменных. В нашем случае train labels – это входные данные, и logits – это наш выход с нашей… Ну, labels – это в смысле пометки, то есть это как бы желаемый выход, да, и вот здесь logits – это как раз выход, который рассчитан моделью. После чего используется L2 регуляризация для всех fully connected плееров. В данном случае, вот видите, она подправляет веса и байсы. Ну, и, соответственно, вот она, loss плюс равно что-то на регуляризацию. То есть в данном случае ошибка становится функцией еще и нашей суммы весов. То есть фактически это принуждает систему уменьшать веса, чтобы уменьшить ошибку. Ну, чтобы они не выходили за какие-то разумные пределы. И вот, как я говорил, в этом случае лучше использовать функцию loss не нашу эту 1-2 суммы разницы, квадрата разницы, а вот кросс-энтропию – это как раз та самая с логарифмом функция. А минскую артерию часто используется, нет? Что еще раз? Ну, не 1-2, а когда 1 на количество n делится. 1 на n? Да. Минскую артерию. Так он там тоже делится, по-моему. Или нет? Там была сумма… Там 1 на n впереди, вместо 1 на 2. Ну да. А теперь если делите, не делите. Ну, теоретически… Я сейчас… Там была сумма, да, это проще открыть, посмотреть. Но в основном, конечно, нормализуют все эти вещи. То есть, ну, если вдруг там какие-то большой набор данных, то, естественно, его лучше нормализовать в любом случае. Так, ну и это все. Вот она процедура оценки качества нашей нейросети. Вот она рассчитывает предикшены для какого-то там размера. Эти предикшены… Вот здесь можете видеть как раз эту сессию. Вот, в общем-то, это основная проблема, почему люди не любят TensorFlow. По крайней мере, до релиза как раз 1.14 не было возможности напрямую считать что-то в нем. Нужно было создать переменные, нужно было этим переменным присвоить переменные обычные или обычным переменным присвоить эти. Все это создавалось в такой набор взаимосвязанных таких граф-вычислений. И после этого этот весь граф нужно было выгрузить, то есть назвать какую-то переменную, которую мы в итоге хотим получить. И он дальше уже создавал там траекторию, как это все считать. И все это запускалось отдельной сессией на устройстве. То есть нужно было вот эту сессию создать, ей передать вот эти параметры, evil prediction, и отправить туда как параметры те самые данные уже на видеокарте, которые мы через TensorFlow переменные и определили. То есть, ну, немножко такая длительная система. Сейчас вот я сам еще не успел попробовать, это буквально только-только написали, что в новом релизе появилась возможность О, eager execution, defined by run interface. То есть фактически не нужно там все это. Точно еще не видел полностью, как это сделано, но по-любому это какое-то упрощение этой модели. Вот, это что касается TensorFlow. Ой, не туда нажал. Ну, давайте тогда уже посмотрим, раз открыл. Сейчас. Я еще перед этим подготовил пару примеров вот этих самых простых из Python без TensorFlow и так далее, которые в лекции были. Сейчас, если все откроется. Нет, не хочет. Какие-то проблемы с интернетом? Так, ладно, тогда, пока пускай это все повисит, попробуем, что у нас там с сервером. Сервер работает? Да, с сервером все хорошо. Попробуем зайти в следующий пример. А, вот он, cipher image. Это, давайте, пока он там обучается. Все? Да, все, началось. Ну, да, похоже на то. Что с этим? Вот, собственно, есть у меня пара этих простых примеров. Первый здесь. Это то, что вы можете найти на самом, ну, в самый первый день, там, в самой первой лекции. Вот этот маленький пример. Тут все очень просто. Помните, вот эта нелинейная функция, в которой она передает нам либо свою производную, вот она, x умножить на 1 минус x, либо она передает нам свою… Так, давайте я сразу выключу, а то сейчас начнется. Либо она передает нам свое реальное значение самой функции. И вот он массив, вот они эти значения 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, и, соответственно, выходные значения 0, 0, 1, 1. Так, после чего за 10 тысяч итераций рассчитывается вот эта нелинейная функция с помощью dot product операции, то есть, ну, умножения строки на столбец фактически. L нулевое – это x наши входы на синус, на синапсис 0, то есть на веса, которые мы вот здесь вот рандомно установили. После чего считается ошибка y минус L1, и рассчитывается L1 дельта – это те самые значения, которые нам нужно добавить к нашим новым… Ну, к нашим весам, чтобы получить новую. Вот если я это все запущу, сейчас она немножечко подумает и выдаст результат. Вот видите, 10 тысяч итераций, в принципе, делается достаточно быстро. Ну, тут как бы и сравнивать-то, да, тут всего, где там размер син 0, 3. Да, 3 – это один нейрон и 3 входа у него. То есть, ну, это очень мало. Так, и был второй пример, опять же, с эмнистом. По-хорошему, сейчас, если на сервере все заработает с… Да, вот он, выход из Cypher, я уменьшил специально количество итераций, потому что там очень большое было. Мы бы сегодня сидели и ждали, наверное, до конца занятия, пока он натренирует. Ну, вот 400 шагов он сделал, вот она ошибка финальная, которую он достиг. Он сохраняет… Там был вопрос насчет, можно ли экспортировать модели. Он сохраняет модели автоматически здесь, ну, в том плане, что в скрипте это прописано. И модель где-то она… TrainPy, скорее всего, где-то в отдельном файле, в промежуточном. Сейчас мы попробуем запустить оценку этой модели. И пока это все будет считаться, продолжим с другим примером. Потому что тут… Ну, не уверен, что это будет быстро. А те модели, которые мы на бетоне, например, получили, мы в этом можем, используя, там, другое запрограммирование и просто импортировать? Ну, если они в TensorFlow, в смысле, получены или как? Теоретически они все записываются в стандартном… Ну, там, есть формат, в котором они записываются. Если просто этот формат импортировать, то да, конечно. Даже больше скажу, у многих этих фреймворков есть свои API к C и C++, так что можно, в принципе, с ними работать. Но по большей части вот самое большое развитие получили они именно на питоне. Потому что, ну, во-первых, там все очень просто и нет нужды там постоянно все эти полностью, весь менеджмент выкладывать там памяти и так далее делать. Просто это гораздо быстрее. Ну, векторные операции, это гораздо проще читается и так далее. Да, это будет делаться долго. Поэтому сейчас мы откроем сразу то, что делается локально у меня. И посмотрим вот этот, по-моему, файл. Здесь тоже все очень просто. Это вот те самые 784 инпута, дальше 30 нейронов в скрытом слое и 10 в выходном. Стохастический градиентный спуск. Вот они, примеры тренинг дата. Они там загружены. Если кому-то интересно, тут достаточно сложная структура. Сейчас мы ее вот здесь посмотрим. Вот таким способом это все загружается из памяти. То есть, клоат дата загружает с диска. Вот она находится у меня. Все это в GZIP формате. Потом все это распаковывается вот здесь. Дело в том, что вы, скорее всего, можете найти этот пример в интернете, но его придется немножко модифицировать, потому что это для второго питона. Для третьего питона, соответственно, вот этот энкодинг, он критичен. То есть, если раньше работал и без этого, то тут придется указывать самим. Ну и кроме того, проблема с ZIP-ами в питоне третьем, они немножко изменились, поэтому тут нужно тоже вот это подправить. То есть, если кто-то захочет этот же пример запустить, то нужно будет нагуглить вот эти правки, которые здесь сделаны. Лист ZIP, вот эти. Лист ZIP, лист ZIP. Это просто если вы его найдете и будете думать, что же не работает. Вполне возможно, я его просто выложу, приложу там к кодам к лекции и все, чтобы не было вопросов. Так, это загрузка. Теперь где-то здесь у нас в отдельном файле. Network. Это описание сети. Вот она. Fit forward – это прямое распространение, то есть фактически расчет сам по себе. Вот они, сигмоиды здесь используются в данном случае, а не RELU. И вот он, градиентный спуск. Все достаточно просто. Кстати, да, вот еще. Рамбум шафл – это случайный перестановка? Да, это делается для того, чтобы на каждом шаге расчеты и обновления проводились в ваших батчах по-разному. То есть чтобы весь ваш набор примеров каждый раз распределялся по разным пакетам фактически. Ну, чтобы не было какого-то такого зависимости, какой-то лишний, который получается, если их один раз поделить и все. Но все равно все батчи проходят по всему дата-сету. Да, но обновление делается после каждого батча, поэтому немножко это влияет на сходимость. Само по себе, потому что меняются наборы данных, от которых происходит тренировка. Поэтому здесь можно увидеть, что оно то растет, то убывает. И, в принципе, не прямая сходимость. Это всегда можно заметить на подобных функциях, которые используют мини-батчи. Именно не полные батчи, а мини-батчи. Так, и тут еще один файл. А, ну это сигмоиды, собственно. Тут, я думаю, обсуждать особо нечего. Это просто функция активации. Вот она, та самая. И теперь, если мы это все вместе запустим... Нет. А, ну правильно. Оно же открылось как... Да, вот теперь, если мы все это вместе запустим... А, на сервере? А, на сервере? Ну, только вот для первого класса оценка дана. 0,49. Ну, это как бы плохо, слабо, да. Но дело в том, что я прогнал всего 400 итераций, а там их должно было быть что-то порядка 60 тысяч или там 100 тысяч в примере. Просто, ну, я не стал так долго ждать. Пример большой. Так. Этот... Вот этот пример, кстати, вы можете найти как цифр 10. Эти все выборки можно найти, скачать в интернете. Вот они. Здесь 10 классов. Это вот картинки размером 32 на 32 цветные. Вот всяких самолетов, машин, птичек. Они очень маленькие для человеческого глаза, но, в принципе, для нейросети этого хватает пока. Ну, по крайней мере, тут вполне можно что-то выделить. Я вот, в принципе, распознаю, что вот это петух. Так что вполне нормально. Есть более сложный набор данных. Он называется Cypher 100. Ну, и я думаю, это понятно, что... А, что, то же самое будет, да? А, ну, вот он. Что 100 – это просто с большим количеством классов, которые складываются в некоторые суперклассы. Вот, пожалуйста, типа водные, млекопитающие, бобры всякие, дельфины. Оттер – это выдра, да? По-моему, что-то такое. Моржи и киты. Так вот, кстати, насчет китов. Как раз собирался переходить. Пусть пока это, наверное, считается. Кстати, насчет китов. Это последняя часть на сегодня про Detect.net. Алексей, а можно потом вопрос разгружать? Если картинка не 32-32, а там, не знаю, 1920-30. А, ну, фулочная картинка, да? То как? Мы при процессинге сжимаем ее до какого-то размера или такой большой нейронной сеть, да? А смотря что именно на картинке. Если у вас, например, все картинки такого большого размера, да? Ну, чаще всего сжимают. Это очень много. Вот, чаще всего просто сжимают, либо, ну, опять же, обрезают просто. Ну, в любом случае, размерность – это очень большая для таких задач. То есть, можно обрабатывать такую картинку, как inference, да? Но, как для тренировочных данных, это очень много. Возможно, даже если обрабатывать, а потом уже их обрабатывать. Ну, исполнено. Так, ну, давайте последняя часть про определение объектов. Вот на Кегл можете найти вот такую задачу определения… Сейчас я опять мышку уберу. Определение китов, лиц китов на фотографии. Есть… Ну, это какой-то из проектов, там, глобальной слежки за китами. Такой, как, знаете, для научных целей и для целей, там, сохранения популяции китов. Так вот, он, в принципе, призван для того, чтобы знать, сколько их осталось в мире. То есть, когда они всплывают где-то в океане, спутник, там, делает постоянно фотографии. Если на фотографии нашли кита, там, значит, его нужно пометить. Так вот, достаточно сложная задача с той точки зрения, что кит может быть большой, правильно? А кит может быть маленький, кит может там располагаться по-другому. Но это, в принципе, можно еще, да, как-то решить этот вопрос. Большая проблема в том, что изображение со спутника, но есть же много спутников, не у всех они одинакового размера. Нужно как-то эти данные предварительно обрабатывать. Так, давайте-ка я подключу его к зарядке. Как-то эти данные предварительно обрабатывать и либо унифицировать, либо еще что-то делать. Но это мы рассматриваем с точки зрения классификации, да, такой, есть кит или нет кита на картинке. А есть ли их два? Вот что скажет нейросеть в этом случае? Сама нейросеть, если она простая сверточная, она ничего не должна. Она ничего не будет разбивать, она возьмет всю картинку, у нее действительно сработают фильтры и тут, и тут, и в результате получится, что кит есть просто с большей вероятностью, и все. То есть у нас уже всего два класса, она вам не будет говорить, что у меня там дважды сработало это, она вам просто скажет, вот у меня точно есть уверенность, что тут кит, и все. Так вот, вопрос поиска, это немножко, ну это уже другой алгоритм, вопрос поиска объектов на изображении, вопрос не просто определения, есть ли он там, а сколько их там и где они расположены. Вот есть несколько подходов, самый простой подход, это так называемый слайдинг-виндов, когда есть какое-то окно, да, которое перемещается вот так, сначала мы эти пиксели проверяем, потом эти, ну то есть фактически разбиваем картинку на большое количество маленьких картинок и проверяем, есть ли там кит. И если кит есть и здесь, и здесь, то их два, правильно? Можно скейтить, правильно, да, 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 действительно можно. И можно еще генерировать кандидатов, ну скажем так, каким-то предпроцессингом, то есть какой-то простой, какая-то простая функция, которая говорит, что вот здесь что-то необычное, ну для океана, по крайней мере, да, тут видите, все остальное более-менее чисто, а здесь что-то есть. И тогда уже только в этом месте сравнивать. Ну это для того, чтобы слишком много не считать, потому что представьте себе вот это окно, которое перемещается по всем-всем-всем-всем точкам. Чем больше изображения, тем сложнее это все делать. А изображение может быть очень большое. Используют также полностью полносвязные нейронные сети и делают это, скажем так, рекурсивно немножечко. То есть берут входной слой и его постоянно, ну несколько раз применяют, а выходные данные отправляют самому себе до тех пор, пока не получат размер картинки, на которой, собственно, тренировалась сеть. То есть, ну такое рекурсивное уменьшение размера. То есть то же самое, что просто сжать, только вот таким способом. Это не самый лучший подход тоже. Есть у него минусы, потому что если, ладно, если это просто регрессия, да, что-то может еще из этого получиться. А если это будет, например, сверточная нейросеть, и у вас есть карты признаков, вы сначала нашли на карте признаков линию, а потом среди линии ищите линию, а потом еще линию. И что там будет, но это уже точно не определено. Так, вот примерно как это всегда выглядит. Помните, да, сверточный, пулинг, сверточный, пулинг, сверточный, пулинг и два fully connected layer. Есть, соответственно, два класса prediction, kit, не kit. Вот много разных вариантов, где здесь kit, где здесь не kit. Собственно, пришли к выводу, что, ну, по результатам изучения всех этих картинок, что кита проще всего распознать по лицу. Ну, там, как это у них называется, да, допустим, по морде. Вот кита проще всего распознать как раз по голове, по этой части. Потому что, во-первых, тогда, ну, хвосты у них почти у всех одинаковые, во-вторых, они очень часто как бы под водой остаются. А вот эта часть, по ней также можно, если ее выделить уже на изображение нейросетью, по ней можно проверить тот же самый, это kit, которого мы недавно где-то видели, или еще один другой. Ну, зависит от качества изображения. Вообще, да. Конечно. Ну, да. Тут как бы вопрос в первую очередь, что подводные лодки смотрят не со спутниковых изображений. По звуку, правильно? Да, ну. По звуку kit точно отличается от подводной лодки. Это да. Так вот, первый подход, sliding window. Вот, кстати, то, что я хочу вам показать, но посмотрим, получится ли это сегодня все-таки на сервере сделать, потому что там какие-то проблемы, обновления, и пока просто не работает вся вот эта система. Ну, так вышло. Так вот, это NVIDIA digits. Вы запускаете сервер, приложение сервер где-нибудь у себя на компьютере, например, к нему подключаетесь через браузер, видите вот такую картинку. Там можно натренировать, сначала создать какую-то выборку, то есть вот как раз New Image Classification Data Set. Там несколько видов выборок, есть классификация и кластеризация, по-моему, еще что-то. Так вот, здесь входные данные описываются, вот они цветные, сейчас я присяду, цветные. 256 на 256 это размеры, и трансформация там можно обрезать или сжимать, в зависимости от того, ну, насколько ваши данные подходят или не подходят под вот этот входной фактически слой. Дальше, минимальное количество сэмплов на класс. Два это, это было для, по-моему, для размера батчей. Сейчас так точно уже, наверное, не скажу. 25% на выборку валидационную, то есть у нас есть выборка тренировочная, 75%, и валидационная, по которой мы не учимся, но проверяем. Тест выборку в данном случае вообще не оставляем, потому что, ну, решили, что будем только на валидационной проверять. Вот они, бэкэнд, из какого формата загружать, в данном случае LMDB, ну, или HDF5, там есть и так далее. Картинки закодированы в PNG, находятся, вот они, Vale Faces, это, ну, это, по-моему, директория, в которой это все лежало. А, нет, стоп, это просто я назвал так Vale Faces, это у меня она дальше под этим именем находится. Какие есть проблемы в этом деле? Во-первых, да, день-ночь там разные цвета и так далее. Основная проблема в том, что выборка автоматически генерируется, то есть лица китов находят люди, помечают, да, а где лиц нет, сгенерировано автоматически, потому что соотношение объема, ну, где в океане нет китов, и где в океане есть киты, очень большое. Но это фактически значит, что автоматически он может попасть и туда, где лицо есть, а сказать, что его там нет. Ну, как бы такой алгоритм. То есть создается выборка таким именно образом. Просто рандомное место хватается, и все. Считается, что там очень маленький процент, что там есть лицо. Поэтому вот в некоторых случаях это может считаться не лицом, а это лицо. Или наоборот, бывает такое, что считается, что это лицо, а это какие-нибудь там пузыри просто на поверхности, и все. Такое тоже бывает. Вот, собственно, подход такой. Это все дальше интерфейс того же самого NVIDIA Digits. Дальше создается, после того, как создается выборка, создается классификационная модель, в которой уже конкретно описываются вот эти… Так, сейчас я поближе себе принесу, чтобы лучше видеть. Параметры. Входные. Размеры изображения. Это все выбирается вот из выборки. Дальше параметры количества эпох. Интервал в эпохах. Соответственно, снэпшот – это в смысле через сколько эпох нужно сохранять модель. После чего валидационный интервал. Через сколько эпох нужно проверять модель, насколько она хорошо обучена и так далее. После чего random seed я оставил нет. То есть, ну, будет какой-то стандартный рандом. То есть, без какого-то специального инициализирующего значения в рандомизаторе. BatchSize. Если мы ничего не трогаем, то остается default. Default установлен для каждой сети в отдельности. Тут можно загрузить вот здесь, вот видите, вот здесь разные сети. Вот как раз есть Linet. Это та самая, которая 98-го года для Amnista была сделана. Вот AlexNet, GoogleNet. Ну, и там сейчас, скорее всего, уже импортировали вот эту последнюю Inception. Кроме того, можно загрузить любую сеть и в этом формате ее сюда вставить и самому использовать как хотите. Так, здесь, да, это основной коэффициент обучения, то есть скорость. А здесь тип решения, тут написано стахастический градиентный спуск. Так, трансформация данных, стоит ли их обрезать? Нет, не стоит. И тут откуда выбираются значения входные, они считаются как картинка. Ну, там несколько вариантов есть, в общем-то, загружаются они как картинка. Вот так. Ну, это все то же самое, только в кафе. Это задача обучения вот этого конкретно, да, этой конкретной сети для решения поиска, не поиска, а классификации пока только, классификации в кафе. Ну, в принципе, тут все то же самое, что раньше, то есть сверточные сети, пулинг, все то же самое. После чего, да, вот они, плюсы и минусы. Из плюсов в этом решении, то, что мы можем натренировать детектор, который будет… Сейчас мы, назад чуть-чуть. Основанные только на тренинг-дате, которая, да, наиболее доступна. Ну, это имеется в виду, что вам не нужно никак дополнять ваши выборки. Вам все, что требуется, это куча фотографий с подписями, да, нет. Это самая простая структура. Из минусов очень медленно работает, медленно делает предикшены. И, кроме того, постоянно очень большой объем пересечений между вот этими вот картинками, которые мы сэмплируем. То есть мы берем картинку, там, размером, например, 100 на 100 и сдвигаем их по единичке. Это очень много дополнительных операций. Так, ну и, да, плохо это все скалируется в случае object detection. То есть вам нужно как-то свои данные либо сжимать, либо увеличивать. Но в таком случае у вас и размер кита меняется, да. А это значит, что вам и фичи нужно тоже подстраивать каким-то образом. Но это не самый лучший вариант. Следующий вариант, вот он, генерация кандидатов. Это пример уже не из китов, это пример вот из NVIDIA, который они выдавали как вариант detect net. То есть есть фотографии со спутников. Кстати, очень напоминает, знаете, что выступление Минобороны нашего в свое время про Сирию. Нет? Когда есть целая куча фотографий со спутников, и на спутниках, на фотографиях мы выделяем машины. Вот здесь как раз это показан тот самый пример. Нужно выделить все машины, ну или еще какие-то там объекты. И как это работает? Сначала мы генерируем кандидатов. То есть фактически есть какая-то очень простая функция, которая оценивает, есть ли на изображении в этой точке, ну какая-то прям необычная особенность, да, которая может что-то быть хотя бы. Не просто пустыня, по крайней мере. После чего это должна быть простая функция, легкая, чтобы от нее был смысл. То есть такая предобработка, которая уменьшает количество операций дальше. После чего мы все эти части вырезаем и отправляем как мини-батч уже в обычную Convolution Neural Network. И получаем каждые из них ответы. И дальше уже подстраиваем обычными методами, находим границы этого объекта и отрисовываем их соответственно. Из плюсов это то, что это быстрее считается, естественно. Из минусов то, что нам нужно найти такую простую функцию, которая бы помогала вот этих кандидатов генерировать. А это тоже непросто, это все делается вручную как-то. Так, дальше. Да, это вот, пожалуйста, кто-то говорил, могу ли я экспортировать значение, ну, срабатывание наших фичей и сами фичи из этого, из нейросети. Вот здесь, кстати, в NVIDIA Digits есть возможность после тренировки или после расчета для каждого конкретного примера посмотреть, какие фичи сработали. То есть вот видите, которые более яркие, это значит, что они сработали. Ну, это просто очень большой набор их, вон, 256 на 6 на 6. Он их выстраивает вот в эту картинку. И вот где яркие цвета, значит, она сработала. Ну, это пока такая просто статистика, то есть тут как бы нет такого, что навел мышкой и прям конкретно тебе там какие, почему это сработало, из каких входов это пришло и так далее. Просто, ну, такое отображение. Это все те же самые слои, которые были раньше, ну, в общем-то, просто в другом порядке мы их поставили. Точно такая же сеть, как обычно была. Я думаю, это мы сейчас рассматривать полностью не будем. Смысла большого не имеет. Это всегда останется на слайдах. Если кому-то надо, то пожалуйста. Есть алгоритм, вот такой, оверфит называется. Это фактически поиск сначала на каких-то маленьких квадратах, которые все увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. После чего происходит объединение. То есть, если вдруг где-то сработало несколько этих фильтров на маленьком, на квадрате побольше, побольше и побольше, то происходит объединение этих квадратов до тех пор, вот пока не получится какая-то одна более-менее вещь, получающаяся в контур. И вокруг этой вещи рисуется баундбокс, так называемый. И вот, пожалуйста, на этом всем основанная идея DetectNet от NVIDIA, которая позволяет сначала натренировать обычный классификатор. То есть, сначала научиться просто распознавать предметы, а потом уже эти предметы искать на фотографиях с помощью специальной обертки, которая вот это все гоняет в цикле вот по этим алгоритмам. Так вот, из плюсов. Вы можете предобучить сеть достаточно быстро с помощью обычных классификационных сетей. То есть, она требует на вход сам по себе только модель какой-то сети. То есть, там, GoogleNet, например, с настройками или там вашу Линет с настройками. Просто настройки импортируют. Дальше, ну, у вас должен быть набор данных для более точной настройки этой сети уже к этой задаче. Потому что изначально сеть-то решала задачу классификации, а теперь это задача поиска. Так вот, здесь уже сложнее. Вам нужно к каждому примеру нарисовать вручную, ну, или определить вот точками, координатами, boundbox для каждого объекта, который вы хотите, чтобы она нашла. То есть, если вы ищете вот китов, значит, у вас каждого кита, которого нужно найти, нужно пометить координатами, вот он в этом квадратике. Причем, чем лучше вы пометите, тем лучше, естественно, будут результаты, чем плотнее вы это сделаете. В этом случае гораздо лучшие результаты получаются гораздо точнее, чем у предыдущих вариантов. Ну, вот, пожалуйста, очень низкая латентность. То есть, один пример может там отработать буквально за 30 миллисекунд, что ли, или даже меньше. То есть, там вплоть до сотен микросекунд. Из минусов, чтобы натренировать эту сеть, вам нужно, во-первых, очень аккуратно рисовать boundbox, то есть, конкретно ровно их вокруг предмета, а не так, что там с большим-большим запасом. Во-вторых, их в принципе нужно рисовать. То есть, это дополнительная работа, которую нужно делать. Вот результат применения как раз этой сети. Она находит, видите, это разные классы, легковые машины, там какие-то цистерны, видимо, или грузовые маленькие, и грузовые большие. Соответственно, вот они, вот так это и делается. Она проходит по всем этим квадратикам, находит классы, например, вот это копательный, да. Тут какие-то, don't care как раз, это регионы, в которых непонятно, то есть, мы не знаем, есть там что-то или нет. Хорошо, когда картинка со спутника, да, сверху все машины одинаковые. Ну, в смысле, по размеру. А когда картинка не со спутника, а с камеры, вот когда машина едет по дороге, там уже гораздо сложнее, потому что машина, машины могут находиться от вас на разном расстоянии. Это не со спутника, с которого все примерно на одном и том же. Поэтому здесь это все очень легко, в этих регионах он просто ничего не считает, а вот в случае, если у вас будет набор вот именно такой перспективы вида, а не просто плоского сверху, тогда уже это все гораздо сложнее, как don't care, то есть, ну, не считать, не учитывать эту часть. Нужно помечать именно все данные, которые вы считаете достаточно далеко находящиеся от вас. То есть, то, что не должно попадать в обучение. А мы можем картинку с камерой в перспективу просто преобразовывать и искать в перспективе? Картинку с камеры, ну, в смысле, в 3D какой-то этот, да? Нет, мы можем сделать вверхвью сделать, например. То есть, у меня есть вот картинка, например, я могу сделать вверхвью с весками, там, по метрам зрения, и вверхвью уже искать. А то всегда будет одинаково в номерах. Теоретически, да, но это нужен какой-то набор данных, то есть, ну, и модель, которая это будет все делать. Да, если есть, да, если есть лидар, вполне, конечно. Ну, вот как раз вам может пригодиться вот эта вот идея, и она, ну, тут вот эти все настройки, сейчас мы это, пожалуй, пропустим. Тут как раз самое интересное, вот, вот эта открытая выборка, которую вы можете взять и использовать. По дорогам Карлсруя, собственно, запустили машину, которая нагенерировала целую кучу фотографий и видеопотоков. Ну, у вас, конечно, там машины не ездят, да, по путям. Но только на переездах. Но только на переездах. Но машину как раз можно будет определить, исходя из этой выборки. Там полностью есть классификация машин, людей, еще чего-то. Вот это можно все взять и использовать. Так вот как раз машина со стереокамерой, которая, кроме того, ну да, цветная. И там еще был этот лидар, по-моему, как раз, который определяет расстояние до точек. Ну вот, велодайн. А, ну вот, да, велодайн, все правильно, лазер-сканер, что я пропустил. И GPS. Вот, в принципе, эти выборки, они там достаточно большие, там что-то порядка 20 гигабайт. Их можно все скачать и использовать. Конечно, там насчет коммерческих ограничений есть. Но это как бы уже ваше личное дело. Вы можете с ними связаться, там что-то купить. Это уже сами будете разбираться. Но вот это очень хорошая выборка, которая подойдет, наверное, к этой задаче. Ну, естественно, ее можно будет потом дополнить. Но как изначально выборку для обучения, ее можно использовать для начального обучения. А потом уже как-то подстроить, подобрать, все это подвинуть. Вот такая есть, такой набор. Причем он уже года три или четыре собирается и пополняется очень большой. Так, сейчас мы попробуем подключиться и узнать, будет ли у нас это все работать. Если нет, то я тогда перезагружусь. Открою это все локально в линуксе и будем пробовать с амнистом смотреть, ну, развлекаться с нейросетью, рисовать ей картинки и будем доставлять ее это все классифицировать. Так, тут у нас все, подвисло. Кафе. Сейчас мы попробуем найти, где-то у меня есть запасной вариант NVCafe. Так, 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 по-моему, includes, да? Так, как он там говорил? Техсервер. Ну, давайте тогда... Что, что, что? Вот этот? Нет, этот нормальный. Двоеточие? Нет, двоеточиями разделяется... Сейчас я проверю, конечно. Это вот у вас получился путь до ИГЭшника или до каталога? Это до каталога. А, каталога. Да. А, ну, сейчас мы, короче, посмотрим. Да, двоеточиями разделяются они у нас между собой. Нет, вот это каталог или... Да, 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 только это... Я нашел каталог, каталог. А, каталог. Не бинарный. Нет. Так, ну, тогда давайте пробовать. Так, где там... И попробуем запустить... Так, а, ну, да, то executable вообще. Это очень интересный вопрос, потому что у кафе... Где бы его знать? Да, скорее всего, LDLibrary какой-нибудь. А, useCafeRoot to indicate a valid installation. Ну, да, вот кафеRoot нам и нужен, собственно. Это не пас нужно. Но я помню, что там еще нужно будет и... Просто вот так сделаем. NotFounted, кафеBin. Ну, да, потому что у меня, наверное, бина и нет. Да, скорее всего, он стоял один общий, где-то в opt-users... А, не, в opt, где-то у нас onv-cafe. Так, Python-share. Ну, да. Теперь он не может найти библиотеку. Так, а где она находится? Лип-hdf5. Лип-hdf5. Ага. А, лип-hdf5, это вообще не из кафы. Это должна быть как раз библиотека из каких-нибудь протобафов и так далее, из протоколов. Ну, так мы ее тоже не найдем, естественно. Лип-hdf5. Так, это чьи-то собственные. Да, видимо, это еще не собрали. Ну, значит, сейчас мы это не сможем посмотреть, но тогда давайте я просто перезагружусь. И мы попробуем хотя бы какой-то графический вывод, а то все эти нейросети, нейросети, да, у нас вывод там практически один. Количество итераций и ошибка, а реально ничего так и не сравнили, да? Так что сейчас попробуем. Пока, если какие-то вопросы есть, можем пообсуждать. В принципе, уже все к концу подходит. Будем сейчас только учить нейросети, смотреть, как она будет распознавать наши картинки. Да, как-то не очень уловило, куда там основное время потратится. В тренировке сети? Да. На операции прямого распространения и обратного на умножение фактически? Ну, я понимаю, куда-то, что то, что последние мы запускали в Юпитере, там, на первый взгляд, не так много операций. В Юпитере это вообще сделано без видеокарты? Это на моем мобильном процессоре вот здесь? Я понимаю, но все равно, там 768 на 30, это где-то 23 тысячи умножения получаются. И за секунду там 40 тысяч раз можно так сделать. Ну, так там и получилось достаточно много. Ну, это, начнем с того, что это питон. Он компонентной связанности на этих элементах, ищет, не понятно, что у него есть. Да, дело в том, что это же скриптовый язык, он же не компилируется. Большая часть… Тут раз и там не через нюмф уйдет. А, что? Не через нюмф, так что там раз и уйдет. Не уверен. Ну, вот этот numpy, он скомпилирован, естественно. Все операции там внутри векторные. Но проблема-то в том, что у нас там были еще транспонирования там всякие. И просто все эти циклы. Агрехет на numpy. Но я точно сейчас даже не скажу, куда он потратил это время. Но это же не оптимизированный какой-то код. Это просто питоновый скрипт. У меня вопрос еще есть. А с капсульными сетями удалось уже поработать? С капсульными? Да. Я что-то даже не уверен. А по-английски как это называется? Так же и называется? Да, ты с 7-го числа, 7-го ноября, был бы быть ставил. А, ну, нет, я не успел. Пока ты скачал статью, ты даже не читал. Да, надо снять какие-то проблемы с твердой. Так, вот оно. Ну, это здорово, значит, весной обсудим. Так, в десктоп. Это вот как раз пример у меня был на тренинге буквально только что. Мы учились с помощью OpenACC ускорять код на видеокарте. А вот он уже рабочий, экзампл-1. И здесь, ну, это… А, все понятно. Я думаю, что происходит. Я вам экран не показал. В этом коде это обычная, взятая с чьего-то гитхаба обычный код на C, написанный на плохом, очень корявом C и C++, который нам пришлось переписывать в более-менее что-то адекватное. И он рассчитывает как раз вот эту нейронную сеть именно для МНИСТа. Вот ту самую из примеров. В нашем случае тут есть два экзампла. Экзампл-1 и экзампл-2. Экзампл-1 состоит всего из четырех слоев, то есть он упрощенный. А экзампл-2, он более сложный. Вот он уже обучил. Я там очень маленькое количество итераций поставил. Ошибка 31%. Давайте я, в принципе, мы же никуда сильно так не торопимся еще. Да, мы сейчас увеличим количество операций. Это было в CNN, в Point Optimization, в Silver, в Silver. А, в... Нет, это не здесь, это в экзампл в самом. Да, в экзамплс. Экзампл-1. Вот оно, количество эпох. В данном случае как раз количество эпох ставят 20 тысяч, но это как бы 20... Фактически 20 тысяч картинок всего. Учитывая, что их 60 тысяч суммарно, то 20 тысяч – это даже не одна полная эпоха. Ну, просто люди меряют эпохи, как бы каждый по-своему в данном случае. Поэтому мы поставим 100... Давайте 120 тысяч. А, да, это же Вима. Тут вообще уберем брейк. Поставим хотя бы 120 тысяч, чтобы он два раза прошел по всем значениям, по всем картинкам. А почему проектор загудел? На нем, видимо, компилируется. Видимо, на нем компилируется, да. У меня тоже такая первая мысль была. Как так-то? Экзампл 1. Так, тут, по-моему, никаких параметров не надо, да. Вот сейчас мы ее запустим, после чего в этом коде, в бесконечном цикле гоняется один файл, из которого он берет картинку и его оценивает. То есть, видели, сначала вот это кейсы идут, да, проценты, а потом начинает показывать, что там 0, 1, 2, 3 и так далее. Это как раз предикшены для наших классов. 0 это 1, 2, 3 или что-то еще. Поэтому сейчас мы откроем вот здесь, вот здесь в SimpleCNN картинку в гимпи. Пока он тренирует. Ну, вот уже четверть успела сделаться. Все это увеличим. И я буду своей рукой очень коряво рисовать, что вы попросите. Так что давайте пока закрасим это. Так, а получше нет какой-нибудь? О, нет. Я бы не сказал, что это получше. О, кисточка. Да, это гимп, и я им пользуюсь редко. Так, прозрачность 100, размер. Давайте где-то 3 сделаем пикселя, да, или 4 там. И махнем их. Ага, все. Мы еще даже не проверили, работает она или нет, а вы уже хотите ее сломать. Ну, кто так делает? Сейчас сначала, сначала что-нибудь нормальное, потом уже эксперименты. Начинать надо с рисования икса. Почему икса? Потому что потом неделько. А, так, мы будем рисовать картинку, там, число, ой, цифру от 0 до 7. Поэтому я уже поставил здесь. Давайте это будет 7. 7 у меня всегда хорошо получалось. Сейчас осталось буквально вот 30 тысяч итераций, и он будет оценивать. Пока что у него ошибка 17%, но это и очень слабая нейросеть, собственно. Она и обучается очень так это. Слушайте, у меня даже ноутбук не будет. А? Да, надо будет сейчас. Это точно. Так. Зато проектор гудит, да? Так, где? А, вот она, файл. Ее нужно экспортировать. А, нет, ее нужно в PPM именно. Он в PPM не сохраняет, только экспортирует. А, нейросеть тут какого? Здесь, сейчас я даже открою настройки, чтобы было точно. Examples. Здесь, вот здесь в файле мы определяем количество слоев. Сейчас чуть ниже. Так, во-первых, вот это все надо свернуть. Вот это. Да ладно. Не хочет. Ну, давайте пока так. Где-то вот здесь я настраиваю слои. Вот они. Первый слой конволюшен размером 1 на 5 на 8. 8 это, кстати, очень мало в нашем случае, да? Надо было где-то 32 взять хотя бы. 1 это, в смысле, 1 канал. Черно-белые. 5 это размер как раз 5 на 5 свертки. 8 это размер, это количество фичей. Ну, на самом деле, вот, ой, на самом деле, в том примере, который мы везде видели, да, там по 32 фича, у нас всего 8. Кейсы. Это количество картинок всего суммарно, то есть весь батч. И что там еще? А, следующий слой Relu, потом Pulling и один fully connected размера 10. То есть, ну, очень-очень упрощенная модель. В принципе, видите, она даже справляется более-менее. Сейчас мы только посмотрим. Вот prediction для этого случая. 1. 1. Это все-таки не 7 он считает. Но, как бы вы видели, да? Может, и 6. Кстати, может и 6, да? Там было что-то такое. Может, там палочек можно поставить? Давайте попробуем. Так. Где там кисточка? Вот так? Мне кажется, недостаточно жирно и ярко. Саванно, такие были в обучающей выборке. Можно взять обучающую выборку где-нибудь, скопировать файл и все, и вставить. Но это... Так. Где там экспорт? В первую очередь, да, очень мало фичей в первом слое. Во вторую очередь, у нас вся классификация проводится всего 10 нейронами. То есть, нет второго еще fully connected layer слоя, который, ну, вот в этих примерах размером 1024, а его просто нет. Мы сейчас... Так, я сохранил. Ну... А, сейчас в самый низ. Я не знаю. Сейчас узнаем. Да, больше вариантов, что это 6, но она, видите, вообще ему в принципе не нравится, потому что тут как бы до 100%. Видимо, не очень... Но, если что-то непонятно, это 6. Ну да. Так, сейчас мы все сотрем и попробуем 6. Да, если решить, да. Так, где у нас... Нет, ну ноль же есть, как цифра. Ну, может и сдвинутые. Кто знает. Ну, там... Ну, это сейчас и теперь, по-моему, правда, еще у нас 7, 8. И, по-моему, это 7 будет. Да, можно сразу экспортировать. Потому что 8 и 9... А, control-e. Ну, или вон то, что сейчас тяжело. А 6 теперь 5, 7 тяжело. Легче. И теперь что? Куда экспортировалось? А, уже все, да? Да. Я просто тут-то не... А, тут уже видно, да, что разница есть. Тут просто не показывается. Так. Там уже на заднем плане было видно, да. Что это все-таки 5. Но, кстати, это серьезный вопрос. Вполне возможно, там есть сдвиг, действительно, и 0 добавлен в конце, а не в начале. Тогда это... Пятый элемент — это 6. А шестой — это 7. Тогда шестой — это 7. И это, да, действительно, это очень разумно. Похоже на правду. Здесь, кстати, много голосов. Сейчас? Да. Да? Давайте. И на 7-то совсем не похоже. Это же софтмакс, да? Давайте 4 проверим. Давайте просто посмотрим в коде. Зачем сразу эти... Алексей, у нас же там результаты — это вывод софтмакса, правильно? Мы тоже в сумме сотен давали. Не уверен, не уверен, нет. Судя по всему, это не софтмакс, это просто вывод для каждой отдельный. Давайте четверку попробуем. Четверку? Давайте. Я могу, кстати, отдать кому-нибудь мышку. Сидите, рисуйте. Если есть желание, прям попробовать. Четверку? Пойдет такая? Вот мы и узнаем, пойдет или нет. Сейчас мы чуть пониже ее. Я их как-то все сверху рисовал, да? Сейчас узнаем. Ну, вот или вот, да? То есть непонятно, 7 это или 8, да? Или 3 это или 4. Ну, давайте посмотрим. Так, а это даже не в коде. Это же он экспортирует все из какого-то Ubyte массива, из которого мы так сейчас сразу все не найдем. Это надо деблажить. Давайте тогда... Давайте ноль мы решим. Нет, ну, если слишком много похожих, то хоть понятно будет, кто. В основном, когда он видит выбор, в смысле, в основном, то, что мы видим, идет при выборке, и с тем, как он ее увидел. Да, дело в том, что выборка вся не в картинках, а в массиве. А-а-а. Он все убил. Да, это все. Вот поэтому и неудобно это все. Так, ноль или что? Можно, кстати, пожирнее. Ноль с палочкой или кому как? С палочкой вообще 8 будет. Да. Так, ну, смотрим. Это 42%, что это ноль. Ну, кстати, пока что давайте остановим это и попробуем запустить... А, example 2, скорее всего... Ну-ка, make example 2. Да, код там модифицирован, поэтому так быстро мы его не сделаем. Но если я сейчас заменю в examples, у меня там, по-моему, был набор, более конкретный набор слоев. Нет. Все, от этой привычки надо избавляться. У меня же есть... Вот здесь, уже edit. Так. Мы сделаем... Нету тут нигде закомментированного. Нету, да? Ну, давайте хотя бы сделаем побольше фичей. Так. И добавим еще один FC layer. Вот сюда. Тут будет 4, тут будет 5. У этого будет размерность 1024. А у этого будет 10. И сюда же... А вот, вот оно. Список. А, да. Да, здесь из третьего, здесь из четвертого. А вот это мы сейчас уменьшим количество итераций, я думаю, на всякий случай. Где там у нас? А, чуть ниже было, да? Да давайте, как было, на 20 тысяч попробуем пока. Это, в принципе, достаточно большой же объем. Надеюсь, ничего не сломается. Ну, первое время идет загрузка еще из файла этого всего, поэтому пока тяжело так сразу сказать. Но, судя по всему, да, немного захлебывается код, потому что написан он как попало. Надо сказать, чтобы он на 5-й принципиал в конце. В конце. Да, вывод из 5-го. А где это написано? Из 5-го как раз и есть. Он size of layers, layers, тут, судя по всему, он просто берет последний по списку. Так что. А, у него нет этого вывода, он просто это нейроны распечатывает. Ну вот, от N-layers минус 1. Да, он просто распечатывает фактически результаты нейронов. Инкоррект, а, ну, конечно. Incorrect control. Это логично, потому что тут сделаны ассерты на случай, если кто-то будет переписывать код, чтобы его не сломать. Естественно, если мы меняем... Даже так. Сейчас мы это все вместе. Естественно, если мы меняем модель нейросети, у нее... Порочный, кстати, фирмон. Ну, кстати, да. Ну, так, это занимает достаточно долго, видели, да? Давайте попробуем уменьшить количество нейронов в этом... А, не вы не сможете? Предпоследнем, да. Сейчас где-то вот тут это было, давайте там хотя бы... 120 тысяч, да? Давайте. Итак, 20 тысяч, да? Ну, сейчас посмотрим, насколько будет меняться сходимость. Да. Что-то не очень. Но это только первые два прохода. Да, такое может быть. Дело в том, что это же всего первая тысяча примеров, которые могут быть вообще, вплоть до того, что все из одной цифры, да? Да, кстати, тренерам шапок это делается, или он просто если не проходит 60 тысячам, не на всех цифрах учиться. 0,1 секунда на итерацию? Все, что так долго? Все, что? Почему так долго? Это на вот этом процессоре мобильном. Ну и что? В режиме энергосбережения там сидела. Да, оно там, ну, тысяча должна быть даже без учета уровня мобильного флотовских умножений. Тысяча умножений? Ну, так здесь размеры-то 32 выборки. Давайте посмотрим. 32 выборки. Одна картинка 20... В итоге 24 на 24 применения на 32. Это... Да-да-да, я как раз вот тут напишу. На 24 на 32. На 32, да. Так, это первый слой. Это количество... Количество применений фильтра. В этом фильтре еще 25 операций. Еще на 25, то есть. Следующий слой. Пулинг. Это будет 12 на 12, на 32. Ну, на макс это... Там 4 сравнения, да? На 4. Плюс. Следующий слой у нас, по-моему, FCN просто, да? То есть 128 на размер... Там количество фичер будет 12 на 12, как раз на 32, так? И последний слой 10 на 128. Вот это количество суммарной операций. Ну, 400... 460 тысяч, 18 тысяч, 589 тысяч, 1280. Ну, в общем, миллион. Это в одну сторону. И в обратную с градиентами, с умножениями, опять такими же. Ну, то есть два раза. Два миллиона. Можно это за секунду несколько тысяч сделать? Ну, скорее всего, да. Я сейчас не могу сказать, что тут конкретно не так. Не думал об этом еще просто. Не рассматривал все полностью. Нет, может, все и так просто я какую-то там... Кубическую зависимость просто. Не вижу, и все. Так, ну... Учится она не очень хорошо, так что, да, не вижу смысла продолжать ее обучать. Вон, все равно. Ошибка 90% и все. Ну, да. Ну, да. Бывает, но ждать, честно говоря, уже смысла нет. Так что давайте-ка попробуем вот что. Просто сделаем, уберем этот лишний слой. Сейчас я это все откачу назад. Оставим вот эти 32. Здесь пусть будет 40 тысяч, и вот эти опять отключим. Неправильно. А, так я вообще не то сделал. Что это такое? Я просто запустил файл. Ну, не удалил просто эту. Не заметил. По крайней мере, в начале, да? Ну, будем надеяться. Секундомер, да? Скорость всего в два раза лучше. Можно было дня ванну в дом. Мы удалили слой. Большой. А, скорость обсчета увеличилась в два раза. Ну, так там и получалось, что на этих двух слоях примерно одинаковое количество операций. 400 и 500 тысяч было. Ну, да, все равно сходится достаточно слабо, да? К 40 тысячам вряд ли будет лучше 15. Ну, да, но время уже заканчивается. Ну, в общем-то, это так только идея, естественно. К сожалению, видите, опять не заработал NVIDIA digits на сервере. Можно было бы там это все прогнать. И конкретно в этой среденной видеокарте скармливать ему примеры, смотреть результаты. Там было бы это, конечно, повеселее и побыстрее. Ну, а здесь уже, ну, как получилось. Учитывая, что, естественно, код не оптимальный, написан тоже, как попало. Данные, скорее всего, очень плохо расположены в памяти. Так что тут может быть все, что угодно. Так, тут хотя бы small test. Да, small test. Ну, тогда еще более-менее хоть. А где он печатает EP? Просто здесь, да? Ну, да. Все-таки EP увеличивается на каждую итерацию. Cases. Cases. Ну, собственно, будет не лучше, чем раньше. Было 15, теперь тоже, как бы, до 15 даже, скорее всего, не дойдет. Поэтому, не знаю. Я думаю, есть смысл закончить на сегодня. Если есть какие-то вопросы, предложения, давайте обсудим. А вообще, я думаю, можно считать, что все, курс закончен. Спасибо вам за внимание. Лекции я обязательно скину все и потом еще переведу, тоже выложу. Спасибо. 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 Продолжение следует...